Здравствуйте, меня зовут Раваташу, с вами программа кулинарный релиз. Со мной шеф-повара из Индии, это господин Хариш и господин Мануар. Сегодня они вам покажут, как приготовить индийское самое настоящее страстное блюдо по названию «Страстное паниэтика масава». Это блюдо для молодежи, для любленных и очень популярно среди молодежи Индии. Начнем процесс изготовления. Для этого нам нужна самая обыкновенная украинская бренза, перец болгарский, лук и помидоры. Соответственно, нам нужны все виды специи, которые я сейчас буду перечислять. Это куркум, это тюмень, это индийский легендарный карри масала, гарам масала, имбирь, чеснок, паста томатная, паста лук и горчичная, сахар. Приступаем в процесс изготовления. Добавляем чеснок, паста на брензу и на овощи, добавляем пол чайной ложки куркума, добавляем индийский карри масала, гарам масала, добавляем чай масала, соль по вкусу, кориандр. Карри, тинза. И у нас есть йогурт. Неважно, какой процентной жирности, все это, как всегда, перемещаем, делаем маринад. Добавляем чуть-чуть краска сафрона, чтобы был красный, страстный цвет. Перемешиваем с руками. Ну, как вы знаете, что индусы, большинство индусы любят с руку кушать, но то самое предпочитают с рукой готовить. Потому что так передается более хорошая эмоция повара, и блюдо получается замечательным. Берем еще раз шампур. И берем тонкий шампур. Вот шеф-повар мне то, что подсказал, что нужен не толстый, а тонкий шампур, чтобы большая часть продукта находила не на шампуре, а в огне. По очереденности добавляем то лук, то помидоры, то бринзу, то опять лук, бринзу и помидоры. Шампур подсказывает, что будем сейчас готовить биринзу, будем жарить индийские тендуры где-то порядка 5-5 минут. Вот, мазим хорошими, чтобы больше пропитался, вводим этот шампур в тендюр. Для домашнего изготовления я шеф-повар предлагаю, что тендур не обязательный, а можно просто использовать хорошую газовую или электрическую духовку. Это при температурном режиме градусе 200-250. Вот у нас уже готовая жареная бринза, которой мы будем сейчас ложить в тарелку. Сейчас параллельно наш второй шеф-повар, господин Хариш, будет изготавливать специальный соус для этого блюда. Это только половина, что мы приготовили. Вот, как все индийские жарки начинаются, как украинские, масло по-солнечным. Добавляем тамин. Ждем, пока он тоже жарится. А вот этот тамин индийской кулинарии только используется только вегетарианские блюда. А на мясной продукции блюда оно никак не используется. Добавляем чеснок. Добавляем куркум. Добавляем пасту из лука и горчиз. Добавляем томатную пасту. Здесь нужно определенное большое количество томатной пасты, потому что все-таки это вегетарианское блюдо. И здесь они хотят передать вкус томата, такие красные овощи, которые тоже вызывают всеобразные страсти. Добавляем пасту из кориандра, добавляем каримасала, добавляем соль по вкусу, добавляем кинзу. И все это, состав перемешивается тщательно очень. Добавляем где-то 500 грамм сливки. Ну, появляется краска сафрона, но я уже чувствую, что оно суеверно какой-то страст вызывает все-таки. Потому что сейчас оно со временем приобретет красный свет. Добавляем сахар. Это уже другая техника изготовления соус кари. У нас соус кари уже готовят для страстных блюда, понитика. Добавляем из тарелки брензу, изготовленные тендуры в этом соусе. И тщательно перемешиваем, аккуратно перемешиваем, чтобы вот эти куски брензеля не разбились. Запах уже идет. У нас все блюда почти до завершения. Ждем. Пока вот это все смесь, азкая смесь, страстная, все перемешивается между брензой, луком, помидорами. И вот это с разновидными специями. Я бы хотел, чтобы наш шеф-повар улимнул для зрителей. Пожалуйста, ты ходу. Молодец. Все, он говорит, что готово уже. Теперь будем все это выкладывать в тарелку. Украшаем со сливками. Морковкой. До красоты осталось секунды. Кинзу. Все, наше страстное блюдо по названию «Страстная планета Камасала» для любовных пар, которые поддерживают ресторан Камасутра, готово. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!